друзья всем огромный привет всем привет вы на канале живи в радости мое имя владимир это моя жена деле и сегодня мы будем готовить вкусное блюдо называться она будет обед для семьи готовить мы его будем на сковороде садж у нас уже есть ужин для семьи на садже сегодня будет обед на садже давайте посмотрим наши ингредиенты из чего будет состоять наш обед это замаринованные уже куриные ножки замаринованы они в соли сват сванской соли вот их тут где-то кило 800 но 12 ножек здесь килограмм картошки 2 баклажана 2 болгарских перца 2 помидора 3 луковицы где-то 5 зубочков чесночка зелень лучок зеленый петрушка и кинза что у нас по специям это соль и сванская соль и подсолнечное масло я буду резать картофель мы будем его резать кружочками может быть заниматься баклажанами это будет полукольцами нам нужно сложить баклажаны посолить чтоб стекла с него с них жидкость горечь а картошку мы будем выкладывать чтобы она подсушилась у нас если баклажаны у вас не сильно большие то их можно и колечками просто небольшими прорезать у нас ветер на улице сегодня вообще у нас прохладно и прохладно чтобы она у нас подсохла вот такими колечками не сильно толстыми не сильно тонкими если баклажан большой можно и на пополам картошку мы порезали вот так и разложили чтобы она немножко подсохла у нас что мы дальше муж порезал баклажаны я солю их вот так вот немножко перемешаю для чего нам это нужно для того чтобы горечь с них ушла они постоят минут 15-20 пока мы дорежем все остальные овощи вот и вот так на как раз так она будет стекать горечь нам теперь нужно порезать помидоры помидоры у нас крупные вот мы их режем полукольцами серединку вырезаем и вот так вот помидоры хорошие мясистые так лук режем полукольца полукольца все знают лук порезали помидоры порезали баклажаны порезали картошка нарезана остался у нас перчик болгарский чесночок перчик болгарский нас крупный мы вырежем полукольцами вот этот крупный а там я зеленый он мелковатым нужно колечками красивый перцами систые осень богата овощами вкусными но и цен цены на них тоже не богатые да у нас тут кошечки бегают еще с другой стороны с ними вот эта красота сидит у нее глазик один слепой на вкусе и маруся злится на хочу рассказать вам немножко про сванскую соль мы отдыхали отдыхаем сюда если на кавказе то ее покупаем это соль специя грузинская вот но любит ее весь кавказ и в набор этой специи входят разные специи вот но самый главный ингредиент это соль конечно и чеснок остальное каждый народ добавляет по своему вкусу то может и шафран быть и паприка и зира вот там уже ну каждый народ добавляет по своему она очень между прочим вкусно и в ней и мариновать и солить овощи и даже в супы и добавляют то есть сама по себе это специя соль это очень вкусно что купите на рынке попробуйте не пожалеете а маринуется в ней мясо она какой-то прям копченая чесночок придавливаем вы можете не придавливать это же меленько нарезая разжигаем огонь огонь разожгли ставим сковороду садж на огонь пусть она у нас подогреется немножко наливаем масло жена горит побольше грамм стона смажем стеночки пусть масло прогреется нагрелась наша сковорода выкладываем первую очередь ножки ножки выкладываем друзья если нет возможности замариновать на ночь маринуйте хотя бы часа за два до того как готовить будет обжариваем со всех сторон дадим запечататься жарим на максимальном огне все жарим сегодня на максимальном огне чуть под запечаталась ребят немножко по запечаталась и суп не прилипало ничего у нас и так масле каждый окорочок переворачиваем переворачиваем помешиваем наши окорочочки ножички вот так прям раз и переворачиваем чтобы у нас все края были поджались вытаскиваем наши ножки отправляем картошку на сковороду сразу и переворачиваем она у нас маслечки была вот так чуть разровняем и не трогаем минутки три-четыре обжариваем гляньте она как уже хорошо прихватилась картошечка поджарилась у нас что мы делаем выкладываем лук два ложка расстояние маленькие запах какой наш трубалыш сейчас учет поджариться мы все помешаем так лучок немножко прихватился у нас перемешиваем с картошечкой сейчас немножко еще минуты три месяца картошечка пожарится так поджарилась картошка с луком раздвигаем и так по сторонам и выкладываем наши синенькие баклажаны вот видите сок стек это горечь вот это горечь стекла да не надо чтоб она попадала обжариваем баклажаны все перемешиваем вместе с картошкой перчик высыпаем огонь на максимум перчик поджарился переворачиваем все вот выкладываем помидоры помидоры вообще чуть-чуть чуть-чуть чтобы протушить и так сачок пустят сейчас мы на этом этапе будем солить чуть-чуть сванской соли помидорчики наши вот и обыкновенной помидоры наши немножко цены протушились все вместе переворачиваем и так кучку делаешь а там я разложу мясо помешаем выкладываем мясо накрываем крышкой огонь делаем на средний ну чуть меньше среднего и пять минут тушится тушится наше блюдо пока порежем зелень посыпаем чесночком и зеленью наше блюдо готово ну что наше красивое блюдо наше красивое блюдо мягкие баклажаны картошка мягкая но все остальное тем более горячок прожарился прожарился друзья вот мы и приготовили наш обед семейный обед для семьи давайте попробуем я тебе сначала картошку с баклажаном дам очень вкусно очень горячок жена меня меня закормила меня вообще обалденно очень вкусно вкусно да как всегда вкусно и не заморочено вкусно быстро и не заморочено давай заканчиваем пойдем кушать друзья готовьте по нашим рецептам готовьте на печке на такой на газовой в обычной сковородке на сковороде сач это блюдо быстро вкусно не заморочено как тебе как всегда очень вкусно ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал вступайте наше сообщество вконтакте а еще забыл почему подписываться чтобы не пропустить следующих видео всем огромное спасибо всем мира добра всем мира добра всем до свидания всем пока 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 друзья всем огромный привет мира добра тем до свидания всем пока 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 пока